В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. Никакого закрытия Новосадовой не будет. Об этом заявил первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко на оперативном совещании в департаменте ЖКХ. В связи с глобальным ремонтом дорог власти рассматривали разные варианты, но закрытие городской артерии не подразумевалось ни при каких обстоятельствах. Все ремонтные работы, связанные с подземными коммуникациями, компанию СКС обязали провести без вскрытий. Благо, современные технологии это позволяют. Также первый вице-мэр призвал ресурсников уже сейчас заменить коммуникации на улице Максима Горького и Волжском проспекте. В следующем году встает в капитальный ремонт и в полном объеме будет отремонтировано в данной ситуации дорожное полотно. Там, где нет еще плитки, будет тротуарная плитка и тому подобное. Сейчас, говорим, все колодцы, все коммуникации ставьте в ремонт. Устороняйте. Я точно еще раз повторяю, с апреля месяца никто не подойдет ни к Максима Горького, ни к Волжскому проспекту. Разросшаяся трава закрывает горожанам проход к остановке на Московском шоссе. Сначала бурьян ликвидируют, а потом и новую аллею организуют. Общественные советы двух микрорайонов Самары взялись за преображение территории рядом с Московским шоссе. С газонокосилками наперевес коммунальщики вышли на борьбу с дикорастущей травой. Местные жители попросили обратить внимание на участок вдоль Московского шоссе от проспекта Масленького до Революционной. К нам в общественный совет поступали жалобы от жителей, и вот мы все вместе собрались, обратились в администрацию, нам помогли, и мы убираем сегодня, завтра, наверное, закончим. У нас хорошие жители, бдительные. Я думаю, только для этого и существует общественный совет, чтобы мы собирали наказы с жителями. Заросли протянулись почти на 10 гектаров на границе двух микрорайонов Самары. Общественные советы авиационного и клинического действовали, сообща с администрацией района. Мы, как члены общественного совета, много проводим встреч с жителями в районах, в дворах, и мы по факту убеждаемся, какие на самом деле есть проблемы, и оперативно доносим до администрации районов. И администрация по многим вопросам идет к нам навстречу. Там, где возможно, решаются очень быстро проблемы все, в том числе и по благоустройству, и по спилу деревьев. Общественники и жители уже провели несколько рейдов по ликвидации незаконных киосков, торгующих алкоголем, по пресечению продажи спиртного несовершеннолетним. Теперь активно взялись за благоустройство вместе с общественными советами, которые созданы, чтобы максимально оперативно и эффективно работать на местах, доносить до власти инициативы общественности и помогать в их реализации. Здесь вообще бы я сделала бы дорожку, асфальтировала бы, и чтобы это сделали пешеходную часть. Конечно, это хорошо, чтобы благоустроили. По другую сторону московского шоссе сквер преображают. Цветная плитка на дорожках, лавочки, газоны. В скором времени здесь появится новый парк. Назвали его парк мира. Однако и территория напротив пустовать не будет. В перспективе и ее благоустроят по всем правилам. На контроле преображения района держат члены общественного совета, которые всей душой радеют за родной город. И именно такие неравнодушные самарцы смогут в интересах жителей работать в районных советах, которые выберут 13 сентября. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. Неравнодушных жителей интересуют сроки проведения капитального ремонта домов, строительства заправки и торговых павильонов вблизи от жилья и ремонт детских площадок. Это лишь малый перечень того, что волнует жителей микрорайона номер 4 имени Тухачевского. Свои вопросы горожане смогли задать на общественных слушаниях по благоустройству. Огороженная забором территория на углу улиц Киевская и Тухачевского стала камнем преткновения между собственником участка и жителями микрорайона номер 4 имени Тухачевского. Люди говорят, хозяин клочка земли хочет здесь построить автозаправочную станцию. По другой версии на территории будут торговые павильоны. Он якобы утверждает, что АЗС не будет, а будет якобы торговые павильоны. Но цивилизованные, что не будет там грязи и прочее. И все это будет благоустроено. Но пока что и Лосона не там. Занимаются все абсолютно этим вопросом. И администрация, и мы отправили в департаменты. Вопросы благоустройства территории микрорайона волнуют, пожалуй, всех его жителей. А это без малого 15 тысяч человек. Большинство из них проживают в пятиэтажках, построенных полвека назад. Где-то протекает крыша, где-то трубы. Домам необходим капитальный ремонт. На общественных слушаниях проекта на связи с губернатором люди могут озвучить свои проблемы напрямую властям, чтобы решение было наиболее оперативным. Хрущевки наши не обновляются, они продолжают стареть. Мы их ремонтируем, блатаем, но частично. Нам удалось отремонтировать комплексно только 10 домов. Их у нас около 50 в этом микрорайоне. Еще раз повторяю, все они требуют ремонта. Реализовывать просьбы жителей и устранять проблемы призвана реформа местного самоуправления. В Самаре 13 сентября горожанам предстоит сформировать команду созидания и выбрать депутатов в районные советы. Мариана Мирная, Алексей Золотенков. События. Подзвуки баяна в душевной соседской обстановке. Так прошла встреча общественного совета микрорайона номер 4 Парковой и местных жителей. За чашкой чая и разговор душевней и думается легче. На встречу побывал и наш корреспондент. Старые добрые песни, горячий чай с пирожками. Соседские посиделки с пользой для дела. Жители рассказывают о наболевшем, тут же получают ответы на волнующие вопросы. Хулиганы нарушают общественный покой, участковый берет вопрос на карандаш. Трещина на фасаде дома, прорвалась труба в подвале. Представитель управляющей компании записывает проблемные адреса. Вот так, не выходя за пределы собственного двора, жители рассказали о проблемах специалистам. Встреча организована общественным советом микрорайона. Я надежду вижу в этом. Считаю, что это должно помочь в решении каких-либо наших злободневных проблем. Потому что на этих встречах бывают представители разных уровней власти. То есть от полиции до юристов, руководителей, управляющих компанией. Считаю, что это замечательно. Жаловались жители и на состояние внутридворовых проездов. После дождя они становятся труднопроходимыми. Впрочем, общественники решения уже нашли. Попытаемся организовать привоз асфальтовой крошки. Для того, чтобы нам доблагоустроить прилегающую территорию. Чтобы в весенний-осенний период как раз люди могли нормально доходить до своего дома. Приходить не в грязный уголок в свои квартиры. Смысл реформы местного самоуправления именно в этом. Сделать власть ближе к людям. Сообща, даже проблемы отдельного двора можно решить действительно быстро. Отстаивать интересы жителей каждого микрорайона будут депутаты районных советов. Которых самарцы выберут 13 сентября. Алина Чемерис, Валерия Макарова, Павел Пресняков. События. Освещение, благоустройство территории и ремонт внутриквартальных дорог. Это самые острые вопросы, которые, по мнению жителей микрорайона Мусатка, требуют немедленного решения. В рамках проекта на связи с губернатором активные жители микрорайона встретились с представителями общественного совета, чтобы совместными усилиями решить все наболевшие проблемы. На встречи общественников с горожанами побывала наша съемочная группа. Собираясь на встречу с представителями общественного совета микрорайона, жители точно знают, о чем пойдет речь. Нина Цуранова радеет за чистоту и благоустройство при домовой территории. Уже много лет женщина живет в 146-м доме по улице 22-го портьезда. Рассказывает, из-за разбитого асфальта в дождливую погоду подойти к мусорным бакам практически невозможно. В итоге отходы многие оставляют прямо на газоне. По колено вода, потому что там глубокие ямы и заполняется все это водой. Либо грязью. Мы без резиновых сапог не можем подойти. Надеемся. Мы на это надеемся. Мы хотим, чтобы действительно нам помогли в этом вопросе. На встречах проекта на связи с губернатором люди могут задать все накопившиеся вопросы. Общественники постараются ответить на каждый и найти пути его решения. Помогают им в этом и сами жители. Многие приходят с советами. Например, как сделать двор красивее и чище своими силами, рассказали жители улицы Старозагора. Газон сами убираем в мешках, складываем вдоль дороги, приезжают, потом у нас эти мешки забирают. Если бы вы смотрели, наш 256 дом, он обухожен жильцами. Там есть и цветы, все это сделано там на уровне. Члены общественного совета также не сидят сложа руки. В составе общественного совета микрорайона «Мусатка» 24 человека. Это директора школ, председатели ТОСов, предприниматели и просто общественники. К каждому из них могут обратиться люди. Мы выносим это уже на общее обсуждение. И, скажем так, вот этой огромной силой мы можем решать эти вопросы гораздо быстрее. Около экономической академии нас попросили сделать пешеходную дорогу для школьников. Мы смогли с этим справиться, мы сделали это. Мы нашли возможность положить плиты. Люди нам очень благодарны. Главное, по словам общественников, не сидеть сложа руки, дожидаясь у моря погоды. Рассказывать о проблемах по мере их поступления и искать пути их решения совместными усилиями жителей и общественных советов. Близкая власть – основная цель реформы местного самоуправления, которая активно проходит в Самаре. Уже 13 сентября жители сформируют команду созидания на выборах в районные советы депутатов. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. Более 180 литров алкогольной продукции изъято полицейскими в ходе совместной проверки с активистами народного контроля одного из магазинов на улице Вольской в Самаре. По данным правоохранителей, горячительным здесь торговали незаконно. Специальной лицензии на продажу алкоголя у заведения не было. Отсутствовали также и сопроводительные документы на продукцию, подтверждающую ее качество. Подобные нарушения были выявлены и в ходе другого рейда в магазине на улице Аэродромная. Там также продавали алкоголь незаконно. Здесь полицейские изъяли почти 60 литров продукции. Предпринимателям теперь грозят штрафы. Протоколы были составлены по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. Вырастил траву, да на свою беду. 37 кустов конопли было изъято наркополицейскими в ходе проверки одного из участков дачного массива «Ракитовские дачи». Культивированием дурман травы, по данным правоохранителей, занимался 52-летний владелец участка по совместительству местный электрик, который уже неоднократно был судим за незаконный оборот наркотиков и совсем недавно освободился. По словам задержанного, коноплю выращивал исключительно для личного употребления. Имеющаяся у нас информация говорит о том, что он выращивал не только для собственного употребления, но и для сбыта. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по двум статьям. 228-я – это хранение наркотиков, и 231-я – это культивирование наркосодержащих растений. Героиню нашего следующего сюжета горожане узнают на улице благодаря ее умению водить трамвай. Фаиля Хилькова вошла в пятерку лучших водителей трамваев по итогам Всероссийского конкурса водительского мастерства. С победительницей познакомился наш корреспондент. Увидела трамвай и влюбилась в него. Потому что я не местная, приехала, то увидела и влюбилась. И у меня с того момента трамвайная жизнь началась. Трамвайная жизнь продолжается уже 6 лет и неразрывно связана с жизнью личной. Муж Фаилии Хильковой тоже работает в Самарском ТТУ. Любовь к трамваям заразна, смеется девушка. Она настолько любит свою работу, что пассажиры это чувствуют даже через стекло кабины. У меня свои пассажиры, очень приятно с ними общаться, они все узнают. Было очень удивительно, в этом году они мне и на 8 марта подарки сделали. Муж считает как свою. Очень много возмущений, когда, ну допустим, выходной день или переносишь, там смена нужна тебе. Тебя нет, вот они вот потом на следующий день долго и упорно возмущаются. Почему не ты, почему другой, вот они везут не так, как ты. 19 маршрут, на котором работает Фаиля Хилькова, она считает лучшим в городе. Именно из-за людей, с которыми каждый день встречается в трамвае. Да и знакомые до сантиметра рельсы позволяют чувствовать себя, как рыба в воде. Хотя вспоминает первый выход в рейс был, как в анекдоте. Наставница мне говорит, ты, говорит, смотри, аккуратненько езди первый день, как бы это все хорошо, чтобы было. Я говорю, хорошо. Я села в кабину, стартанула и наехала мне на ту стрелку. Зарулила обратно в депо, вот они меня вот назад сдавали, она долго смеялась надо мной потом. Сейчас коллегам не до насмешек. Фаиля – пример для подражания и гордость всего трамвайно-троллейбусного управления. Любовь к делу и высокий профессионализм позволили девушке стать участницей Всероссийского конкурса водителей трамваев и войти в пятерку лучших. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Победители фестиваля «Цветов» получат шанс представить свои работы для проекта по озеленению Самары к чемпионату мира по футболу. Садоводы-любители, флористы, ландшафтные дизайнеры соберутся в парке «Дружба» 8 августа, чтобы показать гостям фестиваля свои достижения. Как идет подготовка, проверил первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко. Гортензии, флоксы, лилии и многие другие представители флоры совсем скоро расцветут на газонах парка «Дружба» в Самаре. В городе полным ходом идет подготовка к ежегодному фестивалю цветов. Жители с нетерпением ждут этого ароматного, яркого и веселого праздника. Я очень хорошо, я каждое утро здесь бываю рано, пока все еще спят, а мы уже гуляем пожилые в таком возрасте, как я. Вот, мы очень хорошо относимся, мы радуемся каждому этой точке, это вообще шикарно. У нас же второй год уже, вот прошлый год был очень шикарный, хорошо, это надолго остается в памяти. И сейчас ждем этого праздника просто вот с удовольствием, ждем его. В 2015 году на площадках фестиваля будут организованы профессиональные конкурсы ландшафтного дизайна и фотоконкурс от городского управления информационалитики, а также красочные программы для зрителей всех возрастов. Кроме того, состоится выставка продажи цветов, комнатных растений и товаров для садоводства. Гостей ожидает костюмированное шествие и концертная программа от духового оркестра. Для возрастного возраста это мы делаем танцевальную программу, для молодежи более такое в стиле ретро сделать, а для детей мы такие вот, есть у нас детские такие композиции из кинофильмов детских, вот мы такую композицию, разнообразную. Проверить, как идет подготовка к самому красивому фестивалю и провести совещание на месте, прибыл первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко. Здесь же и представители районов, профильных департаментов и правоохранительные органы. Подготовка идет согласно плану. Площадка фестиваля как нельзя лучше помогает представить наработки дизайнеров в области флористики. Городские власти смогут в деле увидеть и оценить работу самарских садоводов и использовать их талант в дальнейшем в украшении других городских праздников. Мне задача главой администрации города Олега Борисовича Фурсова поставлена, что мы идем на увеличение цветочного оформления города, связанное с проведением чемпионата мира по футболу. Мы сейчас разрабатываем композиции, которые бы сегодня, на следующий год, в 2016 году можно было, проезжая по городу, видеть, что город является участником чемпионата мира по футболу. Достижения предприятий и организаций горожан в этой отрасли будут демонстрироваться уже в одиннадцатый раз. Гостей и жителей города ждут в парке «Дружба» 8 августа на фестивале цветов с 10 утра и до 6 вечера. Торжественное открытие и награждение победителей состоится в полдень. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Самарцы активно покупают долевки эконом-класса, на которые банки дают ипотеку с господдержкой. А вот на вторичное жилье многим горожанам сегодня не хватает. Самые ликвидные по-прежнему однушки, средняя цена за квадратный метр на апрельской отметке. Застройщики Самарской области обсудили перспективы развития строительного рынка в условиях кризиса за круглым столом, организованным сайтом 63.ru. Мы сейчас с большим позитивом в строительное сообщество находится, поскольку заработала программа «Жилье для российской семьи». Эта программа позволила обеспечить достаточно большой широкий круг населения льготным жильем по 35 тысяч рублей за квадратный метр и предоставить им финансовый инструмент доступный. Это ипотечный кредит от 10,3% годовых. Ажиотаж на рынке недвижимости не ослабевает вне зависимости от экономической ситуации, говорят эксперты. Тем более важно предоставлять людям актуальную информацию по данному вопросу. Наш проект «Дом-63» является самым посещаемым из всех наших специальных проектов. То есть он лидирует в сравнении с авто, он следует за ним и с другими нашими разделами. Естественно, это свидетельствует о горячем интересе пользовательской аудитории, к информации на рынке недвижимости. Специалисты заверили, резкого скачка цен на недвижимость ожидать не следует, и строительство доступного жилья в регионе продолжится. Виктория Шарая, Марианна Мирная, Сергей Баскин, События. В Самаре полным ходом идет подготовка ко дню физкультурника. 8 августа в областную столицу съедутся жители из всех уголков губернии, чтобы поучаствовать в футбольных матчах, боксерских турнирах и сдать в тестовом режиме нормативы ГТО. На выездном совещании с представителями партии «Единая Россия» побывала наша съемочная группа. В едином спортивном порыве Самарская область сольется через полторы недели. Футбол, бокс, тестовая сдача норм ГТО, продемонстрировать отличную физическую форму и боевой дух. В столицу губернии приедут гости из всех муниципальных районов. День физкультурника в городе пройдет в третий раз. Он уже стал для жителей любимым праздником здорового образа жизни. Сделать его ярким, сделать действительно массовым, потому что здесь как раз речь не идет о каких-то рекордах, хотя это тоже важно. Речь идет о массовости, о здоровом образе жизни для большого количества людей. Самые ловкие и сильные получат значки и удостоверения о готовности к труду и обороне. Кстати, в прошлом году высокие спортивные показатели помогли некоторым самарским выпускникам поступить в вузы. Результаты тестирования ГТО давали льготы, плюсы к баллам. На дне физкультурника пройдут финальные матчи проекта «Лето» с футбольным мячом. А любителей бокса организаторы порадуют возможностью почувствовать себя на самой желанной спортивной вершине. Мы будем выставлять свой ринг. Ринг у нас самый настоящий, олимпийский, самых размеров олимпийских, 8 на 8 метров, помост только. То есть дети, которые будут участвовать в этих соревнованиях, почувствуют себя настоящими профессионалами. Для них приготовлены призы, подарки, памятные сувениры. Площадки футбола, бокса и проект «Надежда нации» на спортивном празднике организует партия «Единая Россия». Принять участие вне физкультурника приглашаются все желающие. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru Следуйте за нами в Твиттере, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. И это все городские новости, а у меня еще события экономики. Не переключайтесь. Капли воды составляют реку. Зерна риса наполняют корзину. Так любовно китайцы говорят о своем национальном продукте. Но в России про рис теперь будут думать в другом контексте. Потому что дорого. Цены на рисовую крупу на минувшей неделе взлетели сразу на 3,5 тысячи рублей за тонну и составили 39 835 рублей. Недели ранее рост составил всего 100 рублей. В июне этого года тонна риса стоила 35 591 рубль. В июле 2014 года 28 679 рублей. Рост цен объясняют тем, что в стране практически завершилась переработка риса-сырца урожая 2014 года. И предприятия начали готовиться к приему нового урожая. Еще одна причина – увеличение экспорта риса. И вот вроде бы все хорошо. Урожай ждем, на экспорт хватает. Но почему всегда под удар ставится интерес нации? По-моему, тут уже компетентные органы должны проверку проводить. Сумма долгов россиян по автомобильным кредитам к 1 июля 2015 года достигла 60 миллиардов рублей. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом просроченная задолженность россиян выросла на 25,5%. Среди городов и регионов, лидирующих по объему долгов их жителей перед банками, оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Челябинская области. Среди должников по автокредитам большинство – мужчины. В принципе, неудивительно, что авторынок продолжает падать. Черногория стала самым популярным европейским направлением пляжного отдыха в летнем сезоне. На фоне общего снижения спроса на отдых в Европе, эта страна демонстрирует позитивную динамику продаж по сравнению с прошлым годом. Количество туристов, посетивших Черногорию с начала года по середину июля, увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мой коллега, кстати, недавно побывал в Черногории. Очень рекомендует. Курс доллара на 29 июля – 60 рублей 22 копейки. Курс евро – 66 рублей 62 копейки. Золото стоит 2 121 рубль за грамм. Серебро стоит 28 рублей 15 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 52 доллара 75 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова